Белоснежный и очень вместительный электромобиль уже ждет новых посетителей. В парке живой истории Федюхин высоты готовы к встрече гостей. В новом сезоне для севастопольцев и туристов приготовили много интересного. Даже обычная, казалось бы, поездка от одной площадки к другой теперь сопровождается познавательной экскурсией. Генуэзская усадьба Лока Чимбади очаровывает посетителей атмосферой итальянской усадьбы 15-го столетия. В те времена волны Черного моря бороздили корабли итальянских торговых республик. Сейчас на комплексе есть два электрокара, которые позволяют маломобильным группам населения совершать путешествия по парку. В рамках гранта были записаны аудиогиды, которые позволяют самостоятельно ознакомиться с историей парка. Плюс ко всему, также была построена детская площадка. То есть отдых с детьми становится еще более комфортным. Для каждой категории посетителей в парке живой истории придуманы свои экскурсии активности. К примеру, с осени прошлого года для школьников здесь проходят захватывающие квесты. На данный момент их два. Это сокровища Генуи, которые проходят на исторической площадке генуэзской усадьбы Лока Чимбади. И герои первой обороны, которые соответственно на площадке первой обороны Севастополя. Основная задача этих квестов – это заинтересовать детей, дать им новые знания. Потому что зачастую уроки истории в школе проходят формально, заучивание дат, каких-то событий. И не всегда цепляют детей. Мы же пытаемся привить интерес с помощью квестов наших интерактивных экскурсий к истории родного края. И побудить у школьников интерес к изучению. Если говорить в целом, то в этом сезоне парк живой истории Федюхины высоты вновь собирается оправдать звание одного из самых посещаемых туристических объектов для семейного отдыха. Всех желающих приглашают побывать в разных исторических эпохах – в начале нашей эры, в средневековье или во времена Крымской войны. Кстати, добраться до парка можно на брендированном автобусе. На Федюхины высоты курирует автобус восьмой. Он полностью брендирован, его можно узнать. Он очень яркий, с обклейкой, поэтому можно прекрасно проводить выходные на свежем воздухе, послушать аудиогиды и воспользоваться уже и детской инфраструктурой. Парк живой истории Федюхины высоты работает ежедневно с 10 до 18 часов. Подробную программу экскурсий и шоу-программ можно узнать на фирменном сайте или в аккаунтах парка в социальных сетях. Приходите всей семьей, будет интересно. Николай Кузнецов, Севинформбюро.